Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас много конфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Он ее постоянно перебивал. Как ему только не понравилось, что она говорит, начал ее перебивать, кашлять, хрипеть, скрипеть. Ему осталось только в штаны наложить, но сделать это так выразительно, чтобы они замолчали. Только в носу ковыряете там, чего там выковыриваете, непонятно совершенно. Не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Если они будут слюни пускать и сопли все время, и плакать, что плохо, плохо, мы ничего не сможем, мы такие вот кривые. Так и будет. Все выковыривали из носа. И размазывали по своим бумажкам. Вот так я к этому и отношусь. Или что? Нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, в попытках разморозить это средство. Вы находите еще внутри страны, те, кто шакалит еще у иностранных посольств. Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка? Чтобы люди наши перестали жить в этих вонючих хрущевках. Можно, как у нас, в первых местах, говорили, что шило в стенку и на боковую залечь. И с желудка все достану и раздам бедным. Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать. И зачистить все эти проблемы. Результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки? Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время. И Россия станет процветающей лишь тогда, когда успех каждого человека станет зависеть не только от уровня его благосостояния, но и от его порядочности и от его культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова